здравствуйте мы продолжаем изучение дисциплины электротехника бакалавриат лекция 4 автор старший преподаватель кафедры энергетические системы дружилова Светлана Николаевна на прошлой лекции мы рассмотрели с вами два из основных методов расчета электрических цепей постоянного тока с несколькими источниками ЭТС это был метод непосредственного применения закона Киргута и метод контурных токов по методу контурных токов вам предстоит выполнить расчетно-графическую работу в этой лекции рассмотрим еще два из основных методов расчета сложных электрических цепей постоянного тока это метод наложения его еще называют метод суперпозиции и метод двух узлов лекция рассчитана на два часа первый метод метод наложения иногда говорят принцип наложения или суперпозиции принцип справедлив для всех линейных электрических цепей этот принцип лежит в основе метода расчета получившего название метода наложения согласно этому методу при расчете схемы содержащей несколько источников ЭДС поочередно полагают равную нулю все ЭДС кроме одной производит расчет токов в схеме создаваемых действием одной ЭДС и затем находят истинные токи в ветвях путем алгебраического сложения частичных токов создаваемых каждой ЭДС по отдельности данный метод рассмотрим на примере вот у нас есть такая цепь содержащая несколько источников данным в следующем случае 2 и 5 сопротивлений согласно этого метода мы будем исключать из схемы каждую ЭДС поочередно в первом случае мы допустим что ЭДС ЭДС Е2 равна нулю и зачертим эту схему без источника ЭДС Е2 вот у нас схема в которой мы исключили источник ЭДС Е2 получили простую схему как в методе которые мы использовали метод эквивалентного преобразования или метод цирки и из знаний предыдущих лекций мы знаем что решение нужно начинать с того что мы должны проставить направление токов основной так называемый сетевой ток будет находиться в той ветви который находится у нас источник и его направление будет соответственно иметь то же направление что и направление ЭДС Е1 в данном случае проставили направление направление тока ЭДС Е1 то есть частичные токи проставляем в случае когда в наличии у нас только ЭДС Е1 согласно первого закона Тергофа раз этот ток у нас пошел в узел А то ток ЭДС Е2 и ЭДС Е3 будут выходить из узла определились с направлениями токов. Теперь нам нужно будет свернуть эту схему. Помним, что схему сворачиваем со стороны обратно как источник. То есть рассматриваем сейчас вот эту вид. R4 и R5 у нас последовательное соединение. Чтобы найти R4 и R5, мы складываем R4 плюс R5. Опять же помним, из первой лекции, в принципе, это из школьной программы физика разделы электричества. Итак, R4 и R5 равно R4 плюс R5. Вот эту часть мы уже преобразовали. На этом этапе у нас R3 и R4 и R5 соединены параллельно. При параллельном соединении мы складываем величины, обратные сопротивления, проводимость. Чтобы найти RAB, нам нужно будет 1 деленная на RAB равно R3, то есть 1 деленная на R3 плюс 1 деленная на R4 и R5. После математического преобразования мы получаем вот такую схему. То есть мы приводим дробь к общему знаменателю, но это бы у нас была единица деленная на RAB, а так как нам нужно сопротивление, а не проводимость в данном случае, то мы еще делим единицу на дробь, которая у нас получилась. Но на математике, на арифметике останавливаться не будем. В итоге у нас получается вот такая формула для нахождения сопротивлений RAB. Это дробь в числителе произведений R3 и R4 и R5 в знаменателе их суммы. Определили сопротивление RAB, то есть в этой части у нас уже 1 сопротивление RAB. И это RAB у нас получается последовательное соединение с R1 и R2. Для нахождения эквивалентного сопротивления в данном случае нам нужно сложить R1, R2 и вот это сопротивление RAB, которое мы определили. Вот записали эту формулу. Рассчитали. Теперь мы можем найти частичный итог R1, R3, разделив напряжение на источники R2, R1, R1, которое на найденное эквивалентное сопротивление нашей вот этой схемы. Теперь, как в методе свёртки мы с вами рассматривали, как мы сворачивали схему, мы теперь разворачиваем поэтапно в обратном порядке. Перед тем, как мы получили полетное сопротивление, у нас было три последовательно соединённых R1, R2 и вот это RAB. При последовательном соединении у нас общим параметром является то, а напряжение U1 плюс U2 плюс UAB вот на этом участке равно напряжению на источнике лицей на лицей на лицей. Также в качестве промежуточной проверки решения мы можем найти U1, это как I1' умножить на R1 плюс I1' умноженное на R2 плюс I1' умноженное на R3 сумма этих трёх напряжений, частичных напряжений, нам даст напряжение на источнике ЭДС Е1. Просчитали промежуточная проверка, но нам важно в этом случае напряжение UAB, вот это напряжение UAB, чтобы просчитать следующие итоги, частичные итоги. Так, UAB, это у нас I1' умножить на RAB. Нашли вот это напряжение UAB. R3 и R4,5 у нас параллельные соединения. Параллельные виды находятся под одинаковым напряжением. Поэтому, если мы вот это UAB разделим на сопротивление R3, мы найдем ток I2 с одним штрихом. И разделив напряжение UAB на сопротивление R4,5, мы найдем ток I3 с одним штрихом. Также рекомендуется сделать промежуточную проверку на этом этапе. I1, то есть I2 с одним штрихом, плюс I3 с одним штрихом, мы должны получить значение тока I1,1,4. Изначально, вот мы когда проставляли частичные итоги, мы определились, что этот ток у нас основной, он входит в узел А и делится на I1' и I1, то есть, простите, I2,1 штрих, I3,1 штрих. Просуммировав эти токи, мы должны получить значение тока I1,1 штрих. Затем, когда мы просчитали вот это напряжение UAB, это UAB действует вот в этой ветви, то есть на этом сопротивлении. И это UAB равно U4 плюс U5. Также можно проверить. В этой ветви течет ток I3,1 штрих. Если мы умножим этот ток на R4, мы узнаем напряжение, которое действует на этом сопротивлении. Этот же ток I3 с одним штрихом умножим на R5, определим сопротивление U5 на этом элементе. Складывая U4 плюс U5, мы должны выйти на цифру, на число, которому равно напряжение UAB. Таким образом, мы просчитали частичные токи в случае действия схеме EDS E1, сделанную проверку по двум законам Киркопа, переходим ко второй части решения. Как мы изначально условились, что расчет в соответствии с этим методом производится, мысленно полагая равную все EDS кроме 1. Следующая схема у нас будет. Допустим, или пусть у нас теперь EDS E1 равна 0. В схеме присутствует только EDS E2. Итак, на следующем сладе предоставлена схема, где у нас EDS E1 мысленно исключили, и у нас присутствует схема только EDS E2. Расставляем направление частичных токов в случае присутствия только EDS E2. Теперь, так как источник находится в этой ветве, то ток E2 будет основным, и его направление соответствует направлению EDS в этой ветве. Ток E3 с двумя штрихами направлен к узлу А. Опять же, в соответствии с первым законом Киркопа, раз этот ток вошел в узел А, ток E2 с двумя штрихами и E1 с двумя штрихами будут выходить из узла. Определились с направлениями тока. Теперь мы опять же должны свернуть схему. И схему мы сворачиваем опять с стороны обратно от источника. R1 и R2 у нас последовательное соединение. Находим R1-2 как R1 плюс R2, так как при последовательном соединении эквивалентное сопротивление находится как X-сума. Вот это теперь у нас уже одно сопротивление R1-2 и одно сопротивление R3 образуют параллельное соединение. Следующий этап находим RAB как два параллельность соединенных R1-2 и R3. Уже не будем расписывать по арифметике, что единица делена на RAB это равно единице делена на R1-2 плюс единица делена на R3 и запишем сразу же преобразованные формулы. RAB это у нас дробь в числителе произведения R1-2 и R3 в знаменателе их суммы. Вот это RAB мы уже получили. И это сопротивление RAB вот этой части схемы у нас образует последовательность соединения с R4 и с R5. Можем найти эквивалентное сопротивление все цепи как сумма R4 R4 плюс R5 и плюс RAB. Нашли эквивалентное сопротивление в случае, когда у нас схема присутствует только R2-2. Теперь мы можем найти ток и R3 с двумя штрихами. Для этого воспользуемся законом ОМО, напряжение, которое действует у нас на источнике ЭДСВ-2, разделим на эквивалентное сопротивление этой цепи. Далее, как и в предыдущем случае, как мы сворачивали схему, также поэтапно, пошагово мы идем в обратную сторону. Перед тем, как просчитали вот это эквивалентное сопротивление, у нас было последовательное соединение R4 R5 и вот это RAB. В последовательном соединении у нас ток течет 1, то есть у нас была неразветвленная цепь, один контур. И если мы умножим ток И3 с двумя штрихами на R4, мы найдем напряжение U4, умножение тока И3 на R5, мы найдем напряжение U5 на сопротивлении и умножив ток И3 с двумя штрихами на сопротивление RAB, мы найдем напряжение UAB. Также в качестве промежуточной проверки можем сложить эти три напряжения U4 плюс U5 плюс UAB получаем значение напряжения на источнике ДСЕ2. Дальше нам нужно напряжение UAB. Это напряжение UAB действует в этой части схемы. Чтобы найти ток И2 2 штриха мы напряжение UAB разделим на R3, определим ток Э3 и разделив напряжение UAB на сопротивление R1 2 мы найдем ток И1 2 штриха вот выпуски. Опять же в качестве промежуточной проверки у нас UAB действует в этой ветви и в этой ветви. Но в этой ветви у нас два сопротивления. То есть в этой ветви от узла А до узла В с этой стороны где R1 R2 это напряжение UAB равно U1 плюс U2 умножив И1 2 штриха только что рассчитано на R2 мы определим напряжение U2 умножив И1 2 штриха на сопротивление R1 на напряжение которое действует на этом сопротивлении складываем их и должны получить сумму в сумме должны получить напряжение U2 это опять же в качестве промежуточной проверки по второму закону Киркова на этом этапе проверку выполнили проверяем по токам так как у нас тут И3 с двумя штрихами был основным следовательно И1 2 штриха плюс И2 с двумя штрихами их сумма должна дать вам значение тока И3 2 штриха Мы нашли частичные токи в случае когда у нас ЭДС Е2 было равномерно Здесь мы нашли частичные токи с двумя стрихами когда у нас ЭДС Е1 было равномерно Теперь мы можем вернуться к нашей исходной схеме с двумя источниками и рассчитать истинные токи ЭДС при наличии двух ЭДС Вот возвращаемся к нашей схеме Вот у нас ДН ТОК И1 Смотрим ТОК И1 1 в первом случае когда у нас Е2 было равномерно он у нас направлен от узла В к узлу А Во втором случае ТОК И1 с двумя стрихами направлен от узла А к узлу В То есть он имеет ТОК И1 В первом случае во втором они направлены навстречу друг другу Тогда ТОК И1 мы найдем как от значения ТОК И1 1 стрих отнимем значение ТОК И1 2 стриха ТОК И2 В этом случае у нас ТОК И2 с двумя стрихами был направлен от узла А к узлу В Смотрим передачу схему И в этом случае ТОК И2 с одним стрихом тоже был направлен от узла А к узлу И в первом и во втором случае у нас направление тока И2 совпадает Тогда ТОК И2 мы найдем как сумму частичных токов в первом случае с одним стрихом и во втором с двумя стрихами И осталось определиться с током И3 Во втором случае когда у нас была схема только ЭДС Е2 ТОК И3 2 стриха был направлен от узла В к узлу А Смотрим предыдущую схему В первом случае при наличии схемы только ЭДС Е1 ТОК И3 с одним стрихом был направлен от узла А к узлу В Опять у нас в этой битве токи частичные токи направлены друг к другу Следовательно ток И3 мы найдем как от тока И3 1 4 отнимем ток И3 с двумя стрихами Таким образом мы определили токи в битвях истинные истинные токи ветвях методом наложения и как мы ранее с вами рассмотрели этот метод называют еще метод суперпозиции Недостатком данного метода являются требования повышенной точности расчета в тех случаях когда налагаемые токи могут иметь противоположное направление но очень близки к увеличению тогда относительно небольшая погрешность в расчете налагаемого тока может обусловить большую погрешность в конечном результате следующий метод по плану этой лекции метод двух узлов метод двух узлов применяется к схему которые имеют несколько параллельных ветвей сходящихся вокруг узловых точек а также к аллергическим цепям которые в результате несложных преобразований могут быть приведены к схеме с двумя узлами и так в качестве примера у нас есть схема где у нас пять параллельных ветвей сходящихся в двух узловых точек если мы в разных методах которые мы ранее рассматривали направление токов мы оставляли условно то в этом методе мы должны направить все токи в одном направлении в данном случае мы все токи направили от узла В к узлу А И1 И2 И3 И4 и ток И5 примем направление токов ответа всех И3 одинаково примем напряжение между точками А и В назовем узловым напряжением и применяя каждый липт по отдельности второй закон Кирбуха запишем уравнение вот для первой буты ЭДС Е1 минус УАБ будет равно И1 И1 умножить на Р1 Второе уравнение минус ЭДС Е2 минус УАБ равно Э2 умножить на Р1 Третье в ней у нас ЭДС отсутствует 0 минус УАБ равно И3 умножить на Р3 Четвертое Е4 минус УАБ равно И4 умножить на Р4 Пятая Р2 также ЭДС отсутствует 0 минус УАБ равно И5 умножить на 5 Вот уравнение которое мы сейчас составим Из каждого из этих уравнений мы напишем чему равен Труб из этого уравнения И1 равно долги числителей ЭДС Е1 минус УАБ разделить на сопротивление Р1 Либо если мы применяем проводимость напоминаю проводимость это величина обратная сопротивление получается ТОП И1 равен ЭДС Е1 минус УАБ умножить на проводимость первой из второго уравнения находим ТОП И2 Также дробь в числителе минус ЭДС Е2 минус УАБ разделить на сопротивление Р2 Либо с учетом проводимости минус Е2 минус УАБ умножить на проводимость второго уравнения ТОП И3 минус УАБ разделить на Р3 с учетом того, что у нас это заменим сопротивление проводимости минус УАБ умножить на проводимость третьей ветви ТОП четвертой ветви Е4 минус УАБ разделить на Р4 Е4 минус УАБ умножить на проводимость четвертой ветви Итог пятой ветви минус УАБ разделить на Р5 равно минус УАБ умножить на проводимость пятой ветви Итак, мы для каждой ветви написали формулу чему равны токи На основании первого закона Кирглова алгебраическая сумма тока сходящейся ветви равна 0 И1 плюс И2 плюс И3 плюс И4 плюс И5 равно 0 Далее мы вместо только И1 в это уравнение подставляем его значение которое мы здесь вывели E1 минус УАБ умножить на Ж1 плюс вместо И2 подставляем вот это значение плюс минус Е2 минус УАБ умножить на проводимость второй ветви плюс И3 вместо значения И3 подставляем плюс минус УАБ на Ж3 плюс И4 вместо И4 его значение Е4 минус УАБ на Ж4 и плюс И5 вместо И5 то что мы вывели из формулы минус УАБ умножить на Ж5 После арифметического преобразования получаем вот такое уравнение на основании которого мы находим чему равно у нас напряжение УАБ УАБ у нас равно дроби в числителе Е1 умножить на Ж1 минус Е2 на Ж2 плюс Е4 на Ж4 и в знаменателе у нас сумма проводимости всех ветвей либо вот эта формула у нас общая где Еката и Джеката это произведение то есть сумма произведений ЭДС и проводимости имеющихся в схеме произведения Еката на Джекат и КАТ и ЭДИ мы берем за знаком минус если направление ЭДС противоположно принятому направлению тока например как в нашем случае так вернемся в схеме как в нашем случае ЭДС Е2 Е4 у нас направлено к узлу А то есть Е1 и Е4 тоже направлено к узлу А а Е2 направлено к узлу В поэтому когда мы составляли уровни у нас вот здесь знак минус определив узловое напряжение УАВ и подставляя вот в эти уравнения и 1 формула 1 мы найдем ток первой лики подставив УАВ в уравнение 2 мы найдем ток Е2 второй лики подставляя УАВ формулу 3 найдем ток Е3 Е4 и Е5 также по аналогу и так определив узловое напряжение и используя формулы 1 2 3 4 5 мы рассчитаем токи в каждой битве применяем метод ню узлок просчитав эти токи подставляем вот в это уравнение составленное по первому закону Киркофа мы должны получить нюх то есть делаем проверку по первому закону Киркофа естественно мы знаем что хоть какой-то один из токов у нас будет иметь отрицательное значение и так сегодня мы рассмотрели метод суперпозиции либо метод наложения и метод двух узлов задание для самостоятельной работы мы рассмотрели сегодня алгоритм этих методов нужно будет на практике просчитать с числовыми значениями метод определиться с преимуществами и недостатками метода суперпозиции либо как я сказала называется еще метод наложения рассчитать с числовыми значениями используя метод двух узлов определить токи в ветвях и также определиться с преимуществами и недостатками рассмотренных методов также в заключении сегодняшней лекции список рекомендуем литературы на этом этот раздел мы закончили литературы и литературы